Всем привет! Вы на канале Велострана Обзор и с вами Семен Друхин. Сегодня мы с вами познакомимся с моделью фонаря от компании Moon, модель Storm Pro. Это фонарь, который позиционируется самой компанией Moon для профессионала. В ней действительно есть много всего интересного. Давайте распакуем этот фонарь и посмотрим, что же он из себя представляет. Как вы видите, мы уже распаковали наш фонарь. Давайте пробежимся по его комплектации. Она на самом деле для фонаря достаточно богатая, я вам скажу. Во-первых, есть вот такие вот стикеры от компании Moon. Мелочь, но безусловно приятно. Также есть вот такая вот тряпочка, которой вы можете протирать линзу фонаря. Тоже мелочь, но безусловно приятная. Тряпочка, кстати, ровно примерно такая же, которую кладут к какой-нибудь оптике. Разумеется, в комплекте есть провод для зарядки данного фонаря, потому что у него со встроенными аккумуляторами провод, кстати, стандарта USB-C, что говорит нам о современности данного фонаря, потому что, как правило, на каких-то устаревших моделях вы будете встречать старый же стандарт зарядки microUSB. Здесь же у нас Type-C, что, безусловно, приятно и современно. В комплекте, разумеется, есть крепеж на шлем, так как этот фонарь уже у нас из профессиональной линейки, напомню. Сюда фонарь, соответственно, у нас быстро вот таким образом защелкивается, и также его можно быстро с этого крепежа, соответственно, снять. Сама площадка на шлем будет крепиться при помощи, соответственно, вот такой вот у нас липучки. Здесь также есть возможность регулировки наклона фонаря, но выполнен в стиле такой вот крутилочки а-ля GoPro. Есть также крепеж, соответственно, на руль. Он здесь такой достаточно уже мощный, серьезный, потому что фонарь этот сам по себе весит уже так достаточно прилично. О весе мы поговорим чуть позже этого фонаря. Крепеж этот, он сам по себе тоже является быстросъемным. Чтобы установить на руль, его вам инструмент не потребует. Здесь снизу такая вот крутилочка. Вы ее просто раскручиваете, и можете открыть, снять этот крепеж, и, соответственно, зафиксировать обратно. Есть также внутри вот здесь вот у нас резиночки, за счет которых вы сможете подогнать данный крепеж под свой диаметр руля. В общем, крепеж, на самом деле, хоть и такой, ну, просто обычный пластик, но, тем не менее, достаточно качественно и продуманно все сделано. Ну, и бонусом еще есть вот такой вот у нас выносной пульт управления от фонаря. Это может быть удобно, как в случае, если вы достаточно активно и быстро катаетесь, хотите прямо во время движения на руле, не снимая с него своих рук, переключать режимы работы фонаря или добавлять, убавлять яркость фонаря, в общем-то. Либо это также может быть очень удобно, если вы ставите фонарь на шлем и не хотите как-то там вот так вот руками искать кнопку, чтобы поменять режим. Вы можете просто этот пульт, соответственно, закрепить где-то у вас, допустим, там на рюкзаке, подсоединить его к фонарю и тем самым удобно иметь кнопку переключения режима прямо под рукой. Ну, и, конечно же, сам фонарь. Теперь давайте более подробно поговорим о нем и вообще обсудим сначала, из каких материалов здесь все это у нас сделано. Ну, во-первых, задняя часть, вот эта, соответственно, она у нас выполнена полностью из пластика. Вот здесь вот на верхней части присутствуют, соответственно, две кнопки для управления фонарем. Причем есть табло индикации, которое будет свидетельствовать нам либо о заряде батареи, либо, соответственно, о выбранном режиме. Также верхняя часть, вот эта вот, она у нас, соответственно, выполнена уже из алюминия. Это очень правильное решение, поскольку такой мощный фонарь, как этот, а максимальная мощность здесь, яркость в плане, напомню, 2000 люмен в пике. И это уже действительно очень мощный и серьезный свет, я вам скажу. И такой свет обычно достаточно сильно нагревается. И алюминиевый корпус как раз вот здесь вот в верхней части нужен, чтобы он мог отводить тепло и вообще, соответственно, охлаждаться. Также спереди, если мы посмотрим, есть у нас, соответственно, две линзы, под которыми скрываются два светодиода. И линзы, на самом деле, нужны здесь для того, чтобы можно было сформировать правильный пучок по своей форме. И вообще, чтобы этот фонарь нормально мог грамотно светить. Ну и на нижней части фонаря здесь располагается у нас порт для зарядки, закрытый, соответственно, резиновой крышечкой. Напомню, что этот фонарь является влагостойким, как и, в общем-то, все фонари компании Immune. И без проблем вы можете кататься в дождь, в грязь, в какую-то плохую погоду. Никаких проблем с фонарем у вас не будет. Ну и, соответственно, сам кронштейн для крепежа. Так как эта модель фонаря у нас из профессиональной линейки, и он совсем не дешевый, то надо обсудить и его аккумуляторы, потому что это достаточно важная характеристика при выборе дорогого фонаря. Как видите, здесь их у нас два. Они оба от компании LG стандарта 18650. Емкость каждого аккумулятора 3-350 мАч, что будет, в общем-то, давать хороший запас по времени работы данному фонарю. И еще главный плюс этих аккумуляторов то, что они абсолютно стандартные, и вы можете отдельно приобрести эти аккумуляторы от многих производителей, которые занимаются, соответственно, выпуском аккумуляторов. Это, безусловно, удобно, потому что, к примеру, если вы занимаетесь туризмом или серьезно катаетесь, и планируете какую-то очень длительную поездку, то вы можете просто докупить эти аккумуляторы отдельно и брать их с собой. И проблемы со временем работы фонаря у вас, соответственно, никаких вообще может не быть. Это, безусловно, приятно. И также аккумуляторы постепенно имеют свойство у нас терять свой заряд, быстрее начинают садиться, и тоже со временем вы сможете их заменить, и вам не придется покупать новый фонарь. Очень, безусловно, это все хорошо. Еще одной приятной фишкой касаемо аккумуляторов является то, что вот эта вот у нас площадочка, которая как бы закрывает, ну, которая является как бы крышкой задней части фонаря, то, что она у нас идет намагниченная, вот так вот все это у нас, соответственно, вот здесь вот на ней фиксируется, и мы можем держать за нее, удобно вставить эти аккумуляторы на место и потом уже, соответственно, зафиксировать. Если говорить о режимах работы данного фонаря и о том, сколько этот фонарь может вообще проработать от этих аккумуляторов, то, надо сказать, что в зависимости от выбранного режима он может проработать от двух часов до полутора тысяч часов. И, разумеется, цифра в полторы тысячи часов будет, на самом деле, достигнута при помощи использования мигающего режима и в самой слабой яркости. Большинство владельцев таких фонарей, конечно же, будет интересовать, сколько фонарь работает при максимальной яркости, которая здесь две тысячи люмен. И скажу вам, это два часа. Для некоторых это может быть не очень много, но, с другой стороны, и не часто вам будет нужна такая мощность по освещению, потому что в большинстве случаев даже тысячи люмен будет достаточно, что является средним режимом по яркости у этого фонаря. И в таком режиме этот фонарь уже будет работать более десяти часов, что на самом деле является прекрасным показателем. Но если более подробно разбирать режимы работы, то, соответственно, нажимаем вот сюда вот один раз на кнопочку, фонарь у нас включается, сейчас он у нас в режиме постоянного освещения. Если мы будем один раз нажимать на кнопку, то у нас будет меняться, как бы, яркость, соответственно, режима освещения. Есть здесь еще, соответственно, вторая кнопочка рядом. Если мы ее удерживаем, то у нас, соответственно, меняется плавно яркость освещения фонаря. Непосредственно это удобно можно делать во время движения. Также мы можем при нажатии этой кнопки здесь отключать только один диод, переключать на второй и также, соответственно, включать сразу два. Если мы вот эту вот кнопку включения поддержим несколько секунд, то фонарь у нас перейдет в режим мерцания. Соответственно, также при нажатии на эту кнопку мы можем выбрать нравящийся нам мигающий режим. И, соответственно, обратно, если мы ее держим, то у нас фонарь переходит в режим постоянного освещения. Ну и самый важный режим, который будет интересовать больше всего таких, скажем, экстремальных райдеров, кто действительно серьезно будет использовать данный фонарь, это режим Boost. То есть два раза мы нажимаем на кнопку включения-выключения, и фонарь включает самый мощный и яркий режим. Из оставшихся нюансов данного фонаря надо, пожалуй, отметить его вес. Он, на самом деле, достаточно тяжеленький и весит 207 грамм. Это может не очень сильно понравиться людям, которым нравится использовать подобные фонари непосредственно вот с этим крепежом на шлеме, потому что определенный дискомфорт такой тяжелый фонарь может вам доставлять. Но, тем не менее, учитывая, что здесь очень высокая яркость в таком компактном корпусе, это, в общем, достаточно универсальное решение и, на мой взгляд, намного более удачное и удобное, чем фонари с какими-то внешними аккумуляторами, которые вам приходится как-то от шлема дополнительно там тянуть какие-то провода, убирать там внешний аккумулятор куда-то в рюкзак. Здесь же вы просто одели этот фонарь себе на шлем или на руль, или вообще можно использовать два таких фонаря, тогда вообще вы будете кататься, не знаю, как днем. В общем, форм-фактор сам, на самом деле, достаточно удачный. Но если говорить о том, кому вообще можно рекомендовать данный фонарь, то, наверное, если вы просто катаетесь где-то в городе, такой фонарь вам, скорее всего, особо-то не нужен. И можно посмотреть что-то чуточку попроще. Ну, а если вы искали действительно топовый фонарь в компактном корпусе, вы катаетесь ночью в лесу и не хотите вообще никак терять скорость и кататься с такими же скоростными характеристиками, как днем, то этот фонарь точно закроет ваши потребности в этом. И, как отмечает сама компания Moon, что этот фонарь позиционируется в первую очередь для профессионалов. И если вы действительно катаетесь на высоком уровне, то вы понимаете, зачем нужны такие мощные фонари и почему они столько стоят. Ну, а на этом наш обзор фонаря Moon Meteor Storm Pro подошел к концу. Если хотите более подробно познакомиться с данной моделью фонаря, посравнить ее с конкурентными моделями, посмотреть вживую, как она светит, то приходите в любой из магазинов «Белла страна», где вы всегда получите грамотную и профессиональную консультацию от наших специалистов.